Основное внимание в эти минуты приковано к Тегерану. В столице Ирана проходит форум стран-экспортеров газа. В нем принимают участие лидеры государств, которые вместе контролируют почти половину всей трубопроводной системы и более 70% мировых запасов газа. Обсуждают, впрочем, не только топливо и не только в формате многосторонних встреч. В прямой эфир вечерних новостей выходит мой коллега Антон Верницкий. Антон, здравствуйте. Какие заявления уже прозвучали и что в Тегеране происходит сейчас? Здравствуйте, Дмитрий. Он сразу говорил, что форум еще продолжается. Сразу после окончания работы форума стран-экспортеров газа должна пройти встреча Владимира Путина с президентом Боливии и после этого еще и с президентом Туркменистана. Ну а начался визит российского президента с общения с верховным лидером Ирана Айталой Хамени. Владимир Путин встретился с ним сразу после прилета в Тегеран. Подобной встречи не было минимум с 2007 года. Кроме сообщений о том, что стороны обсудили на этой двусторонней встрече экономические и политические вопросы и говорили в том числе и о Сирии, никаких подробностей нет. При этом продолжалась она гораздо больше запланированного. Владимир Путин в последний раз, повторюсь, был в Тегеране в 2007 году, но тогда проблемы обсуждались совершенно иные. Для того, чтобы понять, насколько важен этот визит, достаточно сказать, что Иран крупнейший политический игрок в регионе. Его влияние на соседнюю Сирию, воюющую Сирию, столь велико, что без него сирийскую проблему решить будет, наверное, невозможно. А еще Иран крупнейший экономический игрок, особенно после снятия санкции. Именно поэтому такое пристальное внимание к этому визиту приковано, а также к работе форума стран-экспортеров газа, официальное открытие которого началось с продолжительной молитвы. Как и положено в Иране, все действительно начинается с молитвы. Дальнейшее заседание выглядело уже более привычно. Выступая на открытии, президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности наращивания добычи иранского газа и пригласил страны, участвующие в форуме, к разработке месторождений. О создании такого форума по аналогии с ОПЕК экспортеров нефти впервые заговорили в 2001 году. Причем США увидели угрозу в создании этой организации. Юридически она была оформлена в 2008 в Москве. В итоге в нее вошли 12 стран, в том числе и Россия, и Иран, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Все вместе они добывают действительно больше 70% газа на планете. Еще 4 страны, Ирак, Казахстан, Норвегия и Нидерланды, участвуют в форуме как наблюдатели. Выступая на заседании, Владимир Путин поддержал девиз нынешнего форума «Природный газ – это лучшее топливо устойчивого роста». Спрос на него в мире растет темпами, опережающими спрос на нефть и другие энергоресурсы. По прогнозам к 2040 году, глобальные потребности в газе увеличатся на 32%. Это открывает большие возможности для наращивания производства и экспорта газа. И одновременно представляет серьезный вызов, потому что понадобится кардинально ускорить освоение новых месторождений, модернизировать перерабатывающие мощности, расширить газотранспортную инфраструктуру. Столь амбициозные планы требуют масштабных капиталовложений, период окупаемости которых растянется на десятилетия вперед. И инвесторам, конечно, нужны четкие твердые гарантии. Но главное, наравне с производителями газа, инвестиционные риски должны нести и будущие потребители. За энергетическую безопасность надо платить всем. Жившие многие годы в условиях изоляции Ирана, из-за введенных санкций настолько закрытая страна, что к проведению таких масштабных саммитов здесь еще не совсем привыкли. Отсюда и неразбериха с отсутствием перевода на арабский язык во время выступления Владимира Путина, а также тотальный контроль работы журналистов. Интернет здесь ограничен, как вы знаете, а на календаре не 23 ноября, а 27 Абана 1394 года. И все компьютеры переходят на эту дату автоматически, желаешь того ты или нет. Журналист с ноутбуком здесь вызывает подозрения, насколько это серьезно показывают сообщения местного телевидения. Как раз в день нашего приезда в Иран было объявлено о том, что за шпионаж осужден журналист Вашингтон-Пост. Впрочем, антиамериканские настроения здесь никто и не скрывает. Достаточно сказать, что верховный лидер Ирана, это Аллахамени, называют США, не иначе как великие сатана, и запрещают все переговоры с американцами. Ну а у нас, повторюсь, переговоры продолжатся. Чуть позже состоится еще одна встреча с лидерами Ирана, и возможно подписание документов, которых мы ждем уже ближе, наверное, к программе «Время». Но, насколько я понимаю, вся наша работа продлится всю эту ночь. Переговоров еще достаточно. Да, спасибо. Это Антон Верницкий из Тегерана, где проходит форум стран-экспортеров газа.